А кто им будет платить зарплату? Выпал из числа живущих. Друзьям все, врагам закон. Вмешательство членов семьи. Ваханалия полная. Избирательность закона в избирательном процессе. Какой ветви власти относится прокуратура? Силовая ветвь власти. Ну давайте тогда и КНБ тоже такой отдельный статус. Правовое государство, хотя оно ливовое. Общий привет, до старых, с вами я Вадим Борейко и канал Гиперборей. Продолжаем обсуждение послания президента Тукаева 16 марта, с которым он выступил в парламенте. И снова у нас гость Голымжан Жакиянов. Добрый день, Голымжан Доволжанович. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Здравствуйте, уважаемые зрители канала Гиперборей. Мы пропустили с вами важную тему избирательного процесса. Тут немало тоже загадок. Вот первое, формирование антиритериальных избирательных комиссий на постоянной основе, профессиональной основе. А у нас что, выборы это какой-то процесс нон-стоп? Что они, постоянно, с каждой недели что ли проходят? Почему на постоянной основе и на профессиональной основе? Что это за профессия члена избирательной комиссии? Я бы здесь еще другое добавил сюда, через запятую, к вашим рассуждениям. А кто им будет платить зарплату? Зарплату будет платить Министерство финансов. То есть министр будет финансов определять, платить зарплату или нет. А кто начальник у этого министра финансов? И так вы дойдете снова до этой вертикали власти. И в таком случае, это что за избирательная комиссия, которая служит администрации президента? Какой результат мы ожидаем от такой избирательной комиссии? В продолжение, возможно, этой же темы, может я перескакиваю чуть-чуть? Вот судебная реформа, судебная система. У нас в стране всех судей, всех до единого района, до каждого района суда назначает президент страны, назначает одним указом своим. Это вообще же не тронуто? Вся судебная система подчиняется одному человеку. Вот где надо о чем говорить, если говорить про фундаменты, если говорить про полномочия президента. Какие полномочия он урезал себе? Судебную систему оставил в своих руках. Всех этих 2,5 тысячи у нас судей в стране, все остались у него подчиняются, пусть даже не прямо ему, а отделу его администрации. Это я почему параллели провожу? Избирательные комиссии в этом случае, если они будут работать на постоянной основе, вопрос такой возникать, откуда, где они будут получать зарплату. А чем они будут заниматься? А у нас вот Центр избиркома на постоянной основе работает? Ну, члены Центра избиркома – да. А чем, что они делают? Там же, ну вот, раз в 5 лет избирается у нас мажорист, мажорист, да, президент тоже. Ну, а что о промежутках? Хороший вопрос, в принципе. Тогда здесь нужно просто и должны быть понятия, если, ну, как бы, члены избиркома – это комиссия, а должен быть, наверное, какой-то аппарат у этого, он, вернее, есть этот аппарат, да, ну, люди, которые, ну, там, действительно, вопросы там даже между выборами какие-то вопросы есть, вот, связанные с этим процессом. Но вы правы, что это тот орган, та комиссия, которая должна жить только на период выборов. И здесь не вопрос в том, чтобы они были, как бы, на профессиональной основе получали зарплату, а вопрос в том, чтобы им доверяли участники выборного процесса сами, будь то партии или кандидаты в депутаты, ну, вот так, например, кто подсчитывает там эти голоса, да, вот, чтобы им, вопрос в доверии к ним, а не вопрос, где они будут получать зарплату. Здесь опять же все перевернули. Следующее, формирование единой электронной базы избирателей. Вот это, по-моему, не помешало бы, потому что, вот, в последней переписи я никак не участвовал, что ко мне не приходил никто, значит, ни письма мне на почту электронную не поступали, то есть, меня не посчитали, вот, мне обидно. Я хоть имею удостоверение гражданина Казахстана, но выпал из этого, из числа живущих. И не я один, я никого не спрашивал, не участвовали. Из чего я делаю вывод, что вот эта перепись фейковая была, как и предыдущая, впрочем. И на этой статистике основывается, вот, кстати говоря, и все расчеты, и министерство строит на базе фейковых данных. Вообще, говорят, что у нас сильно завышена численность населения. Что скажете? Ну, что я могу сказать? Там просто надо, наверное, дочитать. Там же речь идет не только об базе данных. Там же намек идет на то, что будут внедрены прогрессивные способы голосования, да? А это следующий вопрос, да. Я перечисляю. Электронная, многодневная, досрочная, дистанционная. Не хватает пеньки. Ну, все, что было, в общем-то, у наших соседей, за что они сильно критиковались своими же, ну, в общем-то, политическими оппонентами, да. Действительно, это голосование пеньках. Ну, наверное, за этими имелось... В этом был смысл, чтобы вот все это закамуфлировать, и потом, в конце концов, выдать вот такое. А будем считать мы сами потом. Ну, я не знаю, опять же, как к этому относиться. Ну, электронное голосование, оно не то, что мы не можем сделать. Главный вопрос – доверие к этой системе электронного голосования, понимаете? Опять же, в тех же Соединенных Штатах Америки, в каждых штатах по-разному, по-своему, да, но все равно там нет электронного голосования. Не потому что страна неразвитая, потому что там они не знают, как на кнопки эти нажимать, а потому что вопрос в доверии. Когда спорные вопросы, руками пересчитываем. Ну, машина может считать эти, как бы, бумажные бюллетни, но все равно электронное голосование – вопрос очень большой, проблематичный вопрос. Сделать его закрытым, то есть якобы машину там считать, все равно там кто-то через заднюю дверь зайдет и переправит там, условно говоря, кто оператор этой машины. Он повернул в свою сторону. Это не технологический прорыв электронного голосования, да, а для меня это прежде всего простор для манипуляций с результатами выборов. Потому что тут и у нас в Алматы было много примеров, когда с голосованием, вот, допустим, за или против проекта Кукжа-Ляу, то есть был один ресурс, где была эта голосовалка, и там очень-очень-очень быстро за одну ночь количество голосов поменялось на 80 на 20, было в пользу курорта. Вот, хотя было практически наоборот. То есть, кто сидит на этом выключателе, грубо говоря, на рубильнике? Вот загадочный вопрос, как очень много загадок здесь, и они связаны с тем, что у нашего президента-дипломата, у него совершенно идиосинкразия с определенностью терминологии и вот каких-то дефиниций, да? Вот, значит, усиление принципа недопустимости иностранного вмешательства в избирательный процесс. Здесь можно что угодно сюда подложить, да? И опасение Майданов, и вмешательство России, и вмешательство Америки, хоть Китая, и вмешательство членов Сирии, которые, я думаю, не упустят момент. Я не раз говорил, что огромные деньги, которые они аккумулировали, они будут давить, давить на ситуацию в Казахстане, и они никогда не смеятся с потерей своего влияния, источников доходов и так далее. И будут, в том числе, проникать во власть. Вот что под этой фразой лежит иностранное вмешательство? На ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, это так же, как и голосование на пеньках, это то заимствование от наших северных соседей для удержания вот этого режима, авторитарного режима, для того, чтобы держать эту власть в своих руках, контролировать. Здесь, видите, опять вопрос, это будет избирательное понимание, что такое иностранное финансирование. Для одних это можно будет, а для других нет. Опять же, на примере России мы видим, как она получается на практике. То есть у кого-то там даже пусть всего там, не знаю, 10 рублей оказалось в этом, кто-то специально на счет загнал эти деньги, и кандидата снимают с дистанции, потому что у него есть иностранное финансирование. Это же мы видим, это же практика. Ведь, в принципе, надо извлекать уроки, в том числе отрицательные уроки из этих, а не просто все тащить к себе. И вот за этой фразой под иностранным финансированием я вижу только это, что, а как, допустим, я не знаю, вот вы назвали примеры эти, да? Ну, правильно. А, допустим, вот, какое у нас там компания есть, ну, допустим, Казахмыс, допустим, Кармет. Он спонсирует, допустим, дает фонд, да, фонд этих, ну, какие-то, ну, из хороших побуждений помогает правильно, это нужно для развития политических процессов. Какой-то партии или нескольким партиям одновременно помогает, что обычно практики на Западе, она практикуется, и при этом, что его обвинят или не обвинят, как, точнее, того кандидата, который получит такое финансирование или ту партию. Как думаете? Ну, Лакшми Миттл был приближенный олигарх к первому президенту, и вроде бы у него и с Тукаевым тоже вроде бы сложились отношения. Сейчас потихоньку так поджимать их начинает, но ходил он в фаворитах. Я думаю, и эти будет, от этого зависеть. Фаворит он в фаворе. И это будет применение, избирательное применение закона. Как говорится, друзьям все, врагам закон. Вот, в общем-то, кого не хотят, тем закон поставят, кого не хотят пропустить, даже за один тенге. А кого нужно, на то и закроют глаза. В общем-то, это, опять же, все это, цель здесь одна, понятно, контролировать процесс выборов. Я бы назвал это так. Избирательность закона в избирательном процессе. Вот вы тему затронули уже, судебный и правоохранительный систем, давайте о ней поговорим. Вот с чем связано, такое гипертрофированное повышение роли прокуратуры, что закон о ней будет иметь статус конституционного. Ну, наверное, кто-то подсуетился из прокурорских там. Как я по-другому могу комментировать? Ну, абсолютно тоже нонсенс с точки зрения, опять, государственного устройства. Что такое прокуратура? Вы скажите мне, пожалуйста. Надзорные органы за законностью. На судебном процессе должны быть равные стороны. Что прокурор, что адвокат. Да, вот в общем-то. В принципе, прокурор – это адвокат государства. Вот так вот. Да, сторона обвинения. Сторона обвинения. Вот и все. А что другого? Почему прокурор? Это у нас практика еще от Вышинского тянется, что прокурор оказывается вот какой-то опять некий такой орган. Вы скажите мне, вот вам вопрос на засыпку. Я, кстати говоря, задавал это в свое время еще в 96-м году. Нарик Паев был такой сейчас спокойный генеральный прокурор. Да, он приезжал в Симпо-Латинск и вот устраивал там совещание со своими прокурорами и ну он как-то вот прокуратура, прокуратура как-то все это вот выделял в отдельную такую вот, дескать, структуру. Я задаю такой вопрос, простой. Какой ветви власти относится прокуратура, скажите, пожалуйста, Макс Султанович, по-моему, Ну, он замешкался, ну, он, он говорит, к ветви власти не относится там, он вообще как бы над этим. Но как он над этим? Все-таки скажите, это же исполнительное, законодательное или судебное? Три ветви власти, я говорю, знаю. Куда относится прокуратура, вот из трех, скажите мне. Вот вам тот же вопрос, Владимир Николаевич, как вы думаете? Силовая ветвь власти. О ней никто не говорит, силовая, вот у нас и в России это отдельная ветвь власти. Уже пора давно это принять. Ну, нет, если мы рассуждаем в категориях как бы авторитарного режима, да, ну, можно сказать, вот так, как в Иране примерно это вот стражи порядка, да, вот тоже силовая ветвь власти. Ну, так и называть, тогда не надо его как бы называть прокуратурой, тащить в конституцию. Ну, вы же здесь не на полном серьезе говорите, что у нас правовое государство, на полном серьезе, хотя оно ливовое. Я поэтому говорю, если мы хотим строить правовое государство, демократическое государство, то нужно, ну, я уже про это говорил, начать с фундамента, с каких-то АЗОВ. И в Америке, и вот здесь, в Монголии, прокуратура входит в состав Министерства Юстиции, понимаете? Прокурор, генеральный прокурор подчиняется министру юстиции. Ну, в общем, такая иерархия. Это исполнительный орган власти. Зачем из него лепить какой-то там, если это генеральный прокурор хочет себе отдельный такой статус, ну, давайте тогда и для КНБ тоже такой отдельный статус сделаем, и для МВД такой статус сделаем, и для финансового это уже. У нас КНБ имел самостоятельный статус, абсолютно, что хотел, кто и делал. Каждый из них захочет быть зацементированным в Конституции. Ну, это же, я не знаю, это вакханалия полная, поэтому я и говорю, что это предложение по изменению этой Конституции, это даже, я не знаю, 30 получается всяких каких-то вставок, да, вот отдельных, вот здесь мы кирпичик уберем, а здесь мы вот сюда поставим, а здесь мы сверху поставим еще и прокуратуру, вот так не работает, так не бывает, понимаете, поэтому это, вы меня спрашиваете, чем объясняется, вот почему генеральный прокурор или прокуратура, в общем, каким образом так получилось, что они там оказались в Конституции, а я отвечаю, таким образом, что, в общем-то, кто-то подсуетился из прокурорских работников, которые, в общем-то, подсказали, что нужно, может быть, туда нас. Я себе более такой простой ответ нахожу, что, возможно, из прокуратуры Тукаева в кровавый январь не предали, и поэтому он решил отблагодарить такого кружка. Вполне логично тоже кость, так сказать, бросить этим, чтобы они, в общем-то, служили дальше, вот так вот, возможно, допускаю. Время разбрасывать кости и время собирать кости. Вы поясняете политическую мотивацию, да? Ну, мы же сами с вами собрались разбирать как бы... Не, я бытовую, бытовую, чисто личностную, потому что иногда под какими-то государственными действиями лежат какие-то банальные вот поступки. Я вам выдвину две версии возвращения из небытия Конституционного суда, а вы скажете, они реалистичны или нет. Значит, Конституционный суд, который тоже существовал в середине девяностых, его превратили в Конституционный совет. Значит, первое, Токаев хочет убрать Карата Мами таким образом, да, за счет создания новой структуры и реквитации вот старой, он представитель Конституционного совета. И чтобы Конституционный суд, а не он, вынес бы решение о неконституционности закона в первом президенте. И таким образом тоже, как бы, а вот Конституционный суд, вот он, вот, ничего не могу поделать, скажет президент. Как вам такое Илон Маск, он же Гаданжан Байдалжанович? Ну, здесь, если, как бы, как вы сказали, рассуждать кухонными категориями, то да, усматривается. Я совершенно не стесняюсь ваших отзывательств. Политическая мотивация, ну, очевидно, это. Если к этому еще вспомнить, что, опять же, в том же двадцатом году, когда Дариган Азарбаев, как спикер Сената, подала в Конституционный Совет, ведь этот же Конституционный Совет взял к своему рассмотрению этот вопрос, понимаете? Они даже хотели его рассмотреть тогда, в двадцатом году, о конституционности указа Токаева. Но не успели. Да, но не успели. Я бы здесь добавил еще другой момент из разряда кухонных категорий. Ведь наш Ельбасе, если у него статус не убрали еще, он же является пожизненным членом Конституционного Совета также. Вводим Конституционный Суд, а туда по новой людей набираем по новому составу Конституционного Суда. Соответственно, всех тех старых убираем, собираем новых, более лояльных ко второму президенту. Можно и так читать эти намерения. Хотя, конечно, воссоздание Конституционного Суда абсолютно на береге должно приветствоваться. Это, я бы сказал, очень даже существенный момент должен быть во всей этой конструкции, которая называется государственным устройством. Но как бы при этом все должно быть сбалансировано и про другие должны быть сказать, и про парламент, и про исполнительную власть. Все должно быть упорядочено и уже вместе с этим все в комплексе и там Конституционный Суд. Кстати говоря, опять же, обращаясь к той же Америке, там же нет Конституционного Суда, как вы знаете. Есть один Верховный Суд, члены которого пожизненно избираются, что Верховный Суд как постановит, так и будет. Если в этом смысле Конституционный Суд, то да, это должна быть некая истина в последней станции. К этому надо вообще серьезно отнестись, а не то, что создавать Конституционный Суд только ради того, чтобы решить какие-то кадровые вопросы, которые может быть неудобно решать в рамках Конституционного Совета. Есть, конечно, большое отличие между Конституционным Советом и Конституционным Судом. Суд выносит вердикт, решение, окончательно обжалование неподлежащее, а Конституционный Совет выносит некое мнение, или как это называют, заключение выносит. А дальше уже вопрос президента опять, принять это дело или не принять, то есть согласиться с этим или не согласиться с этим мнением, с этим заключением. Именно поэтому он и был создан в 95-м году в Конституцию внесли его Конституционный Совет с тем, когда же Конституционный Суд был такой ешистый немножко, и тогда тоже такая задача стояла, чтобы избавиться от этих старых членов Конституционного Суда и, в общем-то, более таких лояльных людей набрать Конституционный Совет одна из задач такая была. Поэтому я с вами абсолютно согласен, что здесь какие-то, скажем так, политические интересы есть желание решить. Переходим к последней части вот этих реформ, усиление роли институтов гражданского общества и СМИ. Общественное обсуждение всех нацпроектов и стратегических документов с участием экспертов, НПО и журналистов вот я всегда цепляюсь к словам, да, вот общественные обсуждения они уже идут. Вот есть Legal Ads на платформе ЕГОВ, да, где можно оставлять комментарии, да, можно оставлять себе, заоставляйся. Их могут учесть, могут не учесть, да, а есть общественные слушания, вот это совсем другое дело. Это такие баталии. Я присутствовал на нескольких, особенно вот не идет из головы, на всю жизнь запомню, 4 ноября 18-го года в гостинице Казахстан на слушаниях по проекту Курорта Кок Жаляу 600 человек собралось, да, и из них противников было всего 100, остальных нагнали студентов, там, кематовских всяких преподавателей, и моральная победа была за защитниками урочища, и в конце концов, вот, те общественные слушания явились переломным пунктом, который привели в конце концов к закрытию этого антиэкологичного проекта, и такие слушания у нас, они обязательны по экологическим проектам только, а вот нацпроекты здесь вместо слова слушания тут обсуждения, что вы думаете? Вадим Николаевич, я хотел бы вот все-таки вот к этим, даже пусть экологическим проектам вернуться, да, к экологическим вопросам и предложить вам обсудить вот такой вопрос. Хорошо, а процедура какова принятие решения этими слушаниями? Нет, оно не имеет юридической силы, нет, не имеет, это было решение президента закрыть, оно имеет больше общественное значение, вот медийное значение у этих слушаний. Кто перекричит, скажем так, да? Ну, в общем-то, там кричали и захлопывали, но все-таки вот со стороны защитников было 15, они экспертными знаниями, в общем-то, морально победили. Эмоционально это правильно, ну, как бы показать, что народ с этим не согласен, а все-таки рационально, ну, какой-то должен быть механизм, процедура принятия решений какая-то, прописанная, четкая, чтобы было понятно, что в конечном итоге кто принимает решения. Если в результате обсуждения у нас с проекта там пошумим, покричим, поговорим, а потом в конце концов там премьер-министр или даже какой-нибудь министр, или даже какой-нибудь начальник отдела примет, подпишет бубашку, то на какой смысл кричать, обсуждать, понимаете. А другой вопрос, что, вот он ничего не сказал про такие, скажем, чувствительные моменты, экология хорошо, а возьмите монополийное, коммунальное хозяйство, возьмите, да, вот, на самом деле, опять же, если обращаться к опыту демократических стран, есть члены комиссии, так называемые комиссионеры, в каждой отдельной, допустим, монополии, которых избирают опять же граждане. Ну, допустим, город Алматы, в данном случае возьмем, у города Алматы, допустим, должен быть свой антимонопольный комитет, члены которого наделены мандатом, допустим, пять человек, или десять, четыре, или семь человек, я не знаю, они должны быть выбранными. Это отдельно от Акимов и депутатов, эти члены комиссии должны быть избраны, и за ними должно быть последнее решение. И они в процессе выборов, вот, они состязаются же, они за эти посты, за то, чтобы быть, иногда даже просто бесплатно, да, ну, человек хочет, ну, иметь желание участвовать в этой комиссии. Хорошо, он состязается, избирает, и потом, вот, они организуют слушание, вот, сидят за столом, слушают, этого послушают, того послушают, а потом свой вердикт они выносят. Хорошо, мы решили, вот так вот пусть будет, мы голосуем за это, вот, ну, процедура такая должна быть, в конце концов, а не просто пошуметь, а потом в результате, в общем-то, какой-то пшик. Именно поэтому у нас вот эти экологические вопросы, они такие, знаете, чувствительные, так, в общем-то, столько возмущений, допустим, вызывает, так же, как и монопольно-коммунальные вопросы, а вот сейчас еще нацпроекты, ну, я вообще не понимаю надобность этих нацпроектов, я же здесь вижу только способ, как красиво обернуть оболочку и потратить бюджетные деньги, я другого здесь не вижу, ну, зачем это обязательно нужно, давать уровень нацпроекта, этому, какому-то там, пусть даже хорошей, красивой идее, да, ну, просто лучше назовите, конкретно, статья, бюджетный, расход на то, вот на это, ну, и, соответственно, таким образом, проведите тендер, членами тендерной комиссии, которая будет, опять же, вот, по какой-то процедуре. Ну, это все Назарбаевщина, это все эти госпрограммы, потом стратегии, все эти, вот, были презентации, громкие фанфары, и потом никто не возвращался к оценке результатов, да. Здесь, вы сами ответили на этот вопрос, поэтому по нацпроектам, действительно, надобность, вот вы говорите, сразу же слушание, нужны, вообще, нужны ли сами нацпроекты, вот так вопрос поставить, в такой, как бы, если нужно, резонно. Так, вот это я оставил, значит, на сладкое, поскольку касается журналистов. Разработка и приятие нового закона о СМИ, это для меня прямая и явная угроза, и повышение конкурентоспособности отечественных СМИ, это очередное благое пожелание, да. Вот вы мне прислали один скриншотик, я его сейчас покажу на экране, да, это просто бальзам на душу, это закон о свободе СМИ в Монголии, в переводе на русский язык, я почитал там семьсот семьдесят пять буков, знаков вообще без пробелов. Четыре пункта всего нашего. В нашем законе семьдесят шесть тысяч четыреста двенадцать знаков, в девяносто восемь целых двадцать пять сотых больше, чем в монгольском. Хотя, положа руку на сердце, этот закон монгольский, он является своего рода рерайтом первой поправки Конституции США. Вот. То есть, монголам достаточно вот этого закона, да, близким нам по степям, по шине, по юртам, а вот, значит, нам нужно в сто раз больше закон писать. А новое-то раз в двести наверное больше будет. Ваш комментарий. Вы знаете, вообще Конституция Монголии была принята в девяносто втором году, и там пункт о свободе слова, конечно, присутствовал, был. А этот закон, который вы говорите, он был принят в девяносто восьмом году. И я думаю, он был принят для особо непонятливых чиновников, которые там норовили иметь свои какие-то средства массовой информации. В этом законе прямо сказано, что никакой государственный орган не может обладать средством массовой информации. Вот всего-навсего. Никакая цензура не допускается. Вот и все. Все должны быть на равных условиях. Все средства массовой информации в принципе таковы. Газеты, телевидение или что. У нас тоже в Конституции, кстати говоря, есть про цензуру не допускается слова и про свободу слова. Но у нас же там также есть строчка о том, что граждане могут там мирно, без оружия, без оружия слова нет, но мирно собираться на митинги. Это тоже есть в Конституции. Но хотя оно с прямого действия, но из этого какие-то законы, подзаконные акты проще-проще понаприняли и в конце концов что в средствах массовой информации, что в вопросе с митингами мы имеем те проблемы, что чиновники регулируют в конечном итоге о чем говорить, где собираться, где нельзя собираться и так далее. Поэтому это надо расстоянивать так, если вы меня спрашиваете про монгольский закон. Да, такой же закон нам тоже нужно принять, если у нас в Казахстане особо непонятливые чиновники, которые не знают, как читается Конституция, не знают, что такое Конституция. Такой же рерайт американский, да, действительно, возможно так, но в Американской Конституции этот пункт просто отсутствовал, поэтому сделали туда первую поправку. А здесь у нас этот пункт уже присутствует в Конституции. Ну да, действительно, такого рода разъяснения, скажем так, они нужны. Пусть они из четырех всего пунктов состоят, допустим, вот в закон о митингах, да, просто его. Граждане имеют право собираться и говорить о своих проблемах, и все, и больше ничего не надо здесь как бы вокруг этого пытаться изобретать или строить какие-то надстройки вокруг этого. База фундаментальной вещи, права и свободы граждан. Кстати говоря, вот этот закон монгольский говорит о многом. Кстати, могу констатировать, что канал Гиперборея работает полностью в соответствии с монгольским законом о СМИ. Нет, не совсем так, не совсем так, Вадим Николаевич. Вы на рынке, скажем так, медиауслуг, вы уступаете эти другие средства массовой информации, которые имеют дотации, точнее тендеры или как там они от госзаказа, да, они имеют преимущественное положение по отношению к вам, потому что государство им дает деньги. скрытые под названием госзаказ. А вообще, зачем госзаказ нужен? Ну, это подпорки, для меня это совершенно не обидно, потому что это подпорки для тех, кто не умеет работать. Я так считаю. Вот. И вернусь к своей мысли, о чем говорит этот коротенький закончик. Вспоминаю, что вот закон про экономику, изданный при Саакашвили, вот автором его был Каха Бендукидзе, он был такой же короткий, чуть подлиннее, там странички три, наверное. Я о том, что демократия, это когда все очень коротко, просто и ясно. Ясно и чиновникам, и людям. А когда начинается накрабождение бюрократических формулировок, и это раздувается в нечитаемые тексты, которые не знает никто, кроме несчастных юристов, которые вынуждены в этом, не говоря про то, что помнят и пользуются на практике, это говорит о том, что замотать дело, демократию, бюрократизировать. Вот смотрите, что в результате такого закона, коротенького, есть сегодня в Монголии. Сегодня в Монголии нет ни одного государственного средства массовой информации, но есть, я не знаю, там около полсотни только телевизионных станций, телевизионных каналов, центральных на Монголию с населением раз в шесть меньше, чем Казахстан. Только центральных. И никто из них дотации от государства не берет. Кто-то выживает, кто-то в общем-то уходит с этого рынка, приходят другие, и они же все в принципе дают разные точки зрения. У каждого есть свой сегмент, у каждого есть своя ниша. Они о разном говорят. Нет ни одного вопроса, который бы ушел от их внимания, от средств массовой информации. Потому что в конечном итоге это ваш, это их, это ваш бизнес. Соответственно, это конкурентная среда, опять же. Это ровно об этом, о создании конкурентной среды средств массовой информации. В принципе, у нас опыт такой был в 90-х, в начале 90-х годов. Глоток этого воздуха свободы тогда в средствах массовой информации мы имели. Но потом оно как-то завертелось. Я имею в виду про традиционные средства массовой информации. Сейчас, конечно, сейчас с развитием социальных сетей в этом плане много изменилось в лучшую сторону. Итожим наше обсуждение послания президента у нас как бы окуклились две таких главных может быть претензии. Первое это то, что как юридический документ но он сильно не выдерживает критики, наверное, и вот мы попытались разобрать он внутренне противоречив не соответствует какие то есть надо сильно ломать конституции если не писать новую под это. Вы знаете, я вспоминаю авторов конституции 95-го года Константина Колпакова Нагажбая Шайкенова это же были юристы есть же юристы под государственному праву да вот это а сейчас такие вообще остались или кто-то это послание описал просто из окружения президента не юристы как вы думаете Я сомневаюсь что здесь не то что юрист даже я сомневаюсь что к этому отношению имели хотя бы студенты хотя бы не знаю кто-то кто понимает что такое право ну документ он действительно больше такой скажем какое некое некое политологическое эссе упаковка такой сигнал послать вот здесь есть и считать это дело каким-то реальным таким посланием серьезным посланием тем более претендующим на какие-то реформы на базовые основы государственного устройства я не думаю что этот документ тянет на это второе вы подчеркивали что президент предлагает некие политические реформы но в формате некоего императива я так решил вот Назарбаев делал тот Казахстан под себя а я его перелицую под себя то есть без обсуждения вы даже слово произнесли в волонтаристском порядке и тут же вспоминается двухлетней давности вы тоже вспомнили объявление чрезвычайного положения без совета с парламентом какой бы он не был из себя нотариальный но я вот с чем связываю что может быть оправдывает президента то что это было сделано в спешке то что время он же планировал послание послать как обычно в начале сентября на открытии очередной сессии парламента а здесь уж общество давление со стороны общества уж больно сильным было и нельзя было его игнорировать и нужно было сократить вот это время 9 месяцев до фактически двух да может это вот то что о чем мы говорим это из-за этого произошло я ни в коем случае не хотел искать оправдания почему он сделал так или по-другому почему мы должны как бы подходить с этих позиций он выдал некую речь в которой он сказал о своем видении как он представляет себе что такое реформа в его понимании я хочу сказать что это не реформы категорически неприемлемы такого рода подход когда один человек определяет будет вот так то будет говорить и то что я предлагаю да вот сама речь как построена вот ну я не знаю ну по-моему даже ну что-то Назарбаев не такую лексику использовал 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 ну хорошо возможно я построил страну вот я в последние годы он я часто в этой части да но вот связанное с изменением конституции все-таки это ну вопрос извините для формальности хотя бы я вношу внесу в парламент такое предложение или такой проект ну вопрос ладно хорошо не в том не в лексике вопрос в том чего хочет президент я могу констатировать что второй президент Казахстана в этом плане в плане реформаторства как он говорит ничем пока не отличается от прежнего просто потому что оценка прежней авторитарной системе пока еще не дана им и я боюсь что он ее и не даст ну в принципе тогда вопрос о нем самом стоит станет уже в будущем я уже как-то говорил что если он хочет избраться на второй срок да то наверное надо было сделать что-то такое что чтобы люди смогли граждане страны смогли оценить но я думаю что при таком подходе при таком видении вряд ли можно на это претендовать тем более что сейчас в целом ощущаются такие большие большие тектонические я бы сказал геополитические такие сдвиги вот в нашем полушарии ну я прежде всего имею ввиду ситуацию в России в Украине в Европе в целом безусловно эта ситуация будет влиять и на нашу страну и на Казахстан и в этом как бы ракурсе наверное надо было все-таки быть более реальным более вот мы как раз может завершаем наше интервью теми словами с которыми вы начинали более слышащим слушающим или понимающим как хотите скажите да и отвечающим на вызовы времени к сожалению ответа на вызов времени я в этом послании не нашел у меня более спокойная оценка я просто думаю что вот на Тукаеве как президент лежит отпечаток переходной фигуры я не могу себе представить чтобы вот после Назарбаева была кто-то абсолютно вот новый да из там гражданского общества это нереально и это сопровождалось бы серьезными потрясениями виседе с Досом и я говорил что вот вся эта двойственность его амбивалентность она вызвана тем что одной ногой он в прошлом Назарбаевском который правильно совершенно пока еще не осмеливается давать оценки а второй вот в своих демократических желаниях которые по крайней мере он демонстрирует и по-иному сейчас ну может быть и быть не могло и может быть это не самый такой вариант я к тому говорю что накритиковался уже хочется что-то найти какое-то зерно вот мне постоянно звучит упрек критикуя предлагай вот что вы предложили бы сейчас какой наиболее оптимальный путь ну скажем для того же президента ну я ему не советник я ему советы не даю я лишь сейчас говорю об его оценивая его действия я ожидал я уже повторяюсь я ожидал все-таки что он прежде всего после того как даст оценку и 30-летию и январю после этого он объявит вот дальше вопрос пусть решает парламент выборы которого мы проведем ну вот по этим новым правилам правила такие выборный законодательство должно быть вот все от него что нужно было и в этом возможно была бы его историческая миссия если бы он правильно понимал свою роль вот вы сказали как это временный переходный президент да если как бы он себя позиционирует как переходный да тогда его миссия заключается в том чтобы от прежней авторитарной системы оторваться и дать возможность открыть дверь для новой демократической политической системы тогда нужно с этих позиций если так позиционировать себя тогда нужно для этого действительно подумать что нужно не уходить в эти там количество сенаторов или там количество заместителей в Акимов области или еще куда-то какие-то отрывочные противоречащие какие-то вещи а нужно было просто сказать все я вот могу сделать то-то и то-то ну вот такая наверное миссия если говорить уж про аналогии конечно любая аналогия хромает но тем не менее вот мы все и говорим об этом вот как ну ждали что это будет 20-й съезд допустим да даже Хрущев даже он при том что был работал в прежней системе но тем не менее ну в общем-то решился на это потому что понял дошел до того что это как бы дальше так жить нельзя я напомню что 20-й съезд произошел через три года после смерти Сталина я согласен конечно это это вы хотите сказать что еще как бы это промежуточная фигура ну если уж про аналогию говорит тогда уж и Назарбаев не Сталин а Токаев не Молотов в общем-то хотя как бы если такие аналогии проводить возможно ну был период там когда Молотов или Баленков там были эти в общем-то прежде чем состоялся 20-й съезд возможны такие аналогии но здесь конечно нужна была политическая воля второго президента для того чтобы двинуть страну вперед как он в принципе до этого говорил ну получается он же достаточно долго три года 19 марта три года как раз на годовщину попадаем вот а кстати говоря послание состоялось во вторую годовщину пандемии начала начало никто про это не вспомнил должен заметить что маленькую оценочку Назарбаевской эпохи дал Токаев послание но этого мало кто заметил вот начал же он со слов Тогенши президент да а вскоре он сказал что к январским событиям привели застойные явления ну это такой маленький шажок Лобжан Бадожанович ну представьте вот как сейчас Токаев будет давать оценку всем 30 годам правления Назарбаева когда вот тянется Гамлин она еще поныне здравствует Токаев президент страны он может дать любую оценку какую хочет он вправе дать а что касается ну если он не может этого сделать вот она сказать я этого не могу у меня на это не хватает воли если так то нужно тогда сказать а вообще какой он президент в таком случае если нету воли дать оценку ну и если вопрос ставить такой вообще как более широко как политическая база когда какова его политическая база на кого он хочет опираться на гражданское общество на какую часть общества что он хочет как он хочет соответствовать чаянием требованиям людей требованиям населения да вот политическим вызовом который сегодня есть на мой взгляд сегодня главный вызов который для него есть это вот наследие назарбаева мы так мягко называем его слово наследие назарбаев на самом деле это авторитарная система авторитарный политический режим который ему достался весь вопрос в том что готов или не готов ты его демонтировать если готов покажи эти свои намерения вот и все мне кажется отвечать на этот вопрос нужно и отвечать на этот вопрос нужно именно с этого а не с каких-то там других моментов отдельных вопросов связанных уже с какими-то косметическими делами в этой политической системе поэтому очень трудно будет я еще раз повторю ему рассчитывать на поддержку как бы граждан поддержку населения на следующих выборах при таком подходе ну что ж будем надеяться что наш президент будет отвечать всем чаяниям и чайникам на этом завершим нашу увлекательную беседу с Галымжаном Жакьяном спасибо вам большое Галымжан Бадалжанович я надеюсь что мы с вами не раз еще встретимся на канале гипербореи для обсуждения важных для Казахстана тем призываю вас как обычно подписаться в конце на канал нажать на колокольчик для получения уведомлений о каждом новом выпуске поставить лайки написать комменты поделиться ссылкой на это видео в своих социальных сетях чатах и мессенджерах пока их еще не прихлопнули и я всегда искренне благодарен вам за донаты из-за которых и с помощью которых мы выходим с нового года каждый день Копрахмет огромное всем спасибо мы делаем гиперболей вместе на этом я с вами ненадолго прощаюсь сау